Толчок Заключительное упражнение Классического двоеборья В тяжелой атлетике Высокий результат в этом упражнении Залог успеха в соревновании Техника толчка непроста Даже именитые штангисты Случаются, допуская зашипки Преимущество получает тот Кто владеет техникой совершенствия В этом фильме мы расскажем О последовательности освоения техники толчка Об использовании специальных Вспомогательных упражнений Для полноценного обучения Тренировочный зал должен быть Оснащен необходимым инвентарем Штангами Набором дисков разного веса Стойками для штанги Металлическими палками Для имитационных упражнений Различными тренажерами Использование этих средств Повышает качество тренировок Как известно, толчок выполняется в два приема Подъем штанги на грудь И толчок от груди В такой последовательности и ведется обучение В первую очередь спортсмены осваивают стартовое положение Особое внимание обращается на момент отделения штанги от помоста От правильного старта зависит формирование и закрепление навыков выполнения последующих технических элементов Ошибки, допущенные в стартовом положении Невозможно исправить во время подъема штанги Поэтому тренеру необходимо корректировать позы спортсменов Ошибка в выборе хвата Руки должны быть на ширине плеч или немного шире Неправильное положение спины и головы Спина должна быть прогнута Голова приподнята Взгляд устремлен вперед Здесь спортсмен неверно согнул ноги В момент отделения штанги от помоста Тазобедренные суставы должны быть выше коленных Итак, пройден первый этап Освоение правильного старта Стопы ставятся под гриф на ширину ступни Со слегка разведенными наружу носками Проекции грифа над носками ног Туловище напряженно прогнуто в пояснице В таком положении штангист приседает до захвата грифа в замок Плечи выносятся вперед За гриф штанги Правильное стартовое положение Принято Прежде чем приступать к выполнению любого упражнения со штангой Целесообразно выполнить его с использованием металлической палки Одно из первоначальных специально вспомогательных упражнений Подъем на грудь с полуподседом В нем можно выделить несколько периодов Старт, тяга, подрыв, подсед, вставание Техники их выполнения обучают раздельно Со старта без работы руками разгибают ноги в суставах Положение спины сохраняется напряженно прогнутым в пояснице Руки прямые Такова техника тяги до колен Во время подрыва развивается максимальное усилие Штангист полностью выпрямляется и встает на носки После подрыва следует полуподсед в момент наивысшей точки подъема штанги Руки активно сгибаются и локти подворачиваются под гриф Который ложится на плечи спортсмена Затем быстрое вставание из полуподседа Следующее специально вспомогательное упражнение Из виса ниже колен подъем на грудь в полуподсед Обратите внимание на положение головы и плеч спортсмена В этом упражнении совершенствуется техника подрыва Наиболее важного периода подъема штанги Посмотрите, как следует держать спину в начале движения Ноги и туловище выпрямляются одновременно Руки прямые В конце подрыва они активно воздействуют на штангу Хорошая связь тяги с подъемом на грудь достигается комбинированным выполнением этих движений в одном упражнении Освоив подъем на грудь с полуподседом из виса ниже колен, спортсмены усложняют движение Из виса подъем на грудь в низкий сед Особое внимание надо обратить на подрыв и быстрое переключение движения от подрыва к подседу Используя реактивную силу мышц ног, атлет быстро встает из седа Следует добиваться безукоризненной слитности выполнения всех элементов техники После освоения вспомогательных упражнений можно переходить к выполнению первой части толчка Подъему штанги на грудь Мы напоминаем основные элементы этого движения После статического старта атлет начинает воздействие на гриф Вот момент отделения штанги от помоста Тяга до колен, начало подрыва Начало фазы финального разгона штанги Положение глубокого седа Вставание Фиксация снаряда Закончив первую часть упражнения, спортсмен готовится вытолкнуть штангу от груди При освоении толчка штанги от груди также необходимо придерживаться строгой последовательности Сначала надо изучить стартовое положение Для этого штанга обычно берется на грудь не с помоста, а со стоек Итак, стартовое положение Штанга на плечах Толовище выпрямлено Локти расположены параллельно и вынесены вперед Руки без напряжения удерживают снаряд Не следует забывать правило, что толчок выполняется усилием ног, а не рук В этом отношении особенно важны подготовительные упражнения Для усвоения правильного ритма и темпа работы ног И оптимальная амплитуда движений при подседе и вставании Одно из таких упражнений Полутолчок При выполнении полутолчка необходимо следить за сохранением строго вертикального положения туловища В одном подходе выполняется 3-4 подъема, после чего тренер исправляет ошибки Надо посылать штангу строго вверх Акцент на работе ног Руки сопровождают снаряд Обратите внимание на согласование движений Подъем на носки, но без подскока Руки разгибаются в плечевых и локтевых суставах Штанга поднимается выше уровня глаз Такова рациональная техника, которой должны овладеть атлеты Следующее упражнение Толчок от груди с полуподседом Или швунг толчковый Штанга поднимается на прямые руки Без постановки ног в ножницы Главное при выполнении упражнения Добиться фиксации штанги на прямых руках Не сходя с места Следует обратить внимание на поддержание вертикального положения туловища при подседе И активную работу руками Посмотрите еще раз на технически правильное выполнение швунга Обратите внимание на согласованную работу ног и рук Продолжение следует... Прежде чем приступать к толчку штанги от груди с подседом в ножницы Необходимо четко освоить правильное выполнение этого подседа Обучение, как обычно, начинается с имитации ножниц с металлической палкой или грифом Тренер контролирует положение подседа в ножнице Вот поза, которой должны добиваться штангисты Туловище прямое Нога, стоящая сзади, почти прямая, опирается на пальцы стопы Пятка слегка развернута наружу Впереди стоящая нога ставится на полную ступню со слегка развернутым внутрь носком Угол в коленном суставе 90 градусов или немного больше При вставании из ножниц спортсмен сначала приставляет впереди стоящую ногу Итак, освоена вторая часть упражнения Посмотрите еще раз, каковы основные элементы толчка штанги от груди Старт Подсед Выталкивание снаряда Подсед в ножницы Фиксация штанги После того, как спортсмены правильно освоили технику подъема штанги на грудь и толчка от груди Они выполняют движение в целом Добиваясь точной координации и слитного выполнения всех элементов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот близкое к аталонному выполнению упражнения Продолжение следует... 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 Продолжение следует...